начну я пожалуй с клубов и баров корейцы еще те любители потусить и прилично так выпить корейцы по сравнению с японцами пьют реже но они могут с легкостью за раз в себя влить пару литров алкоголя без всяких проблем примеру средненького такого японцы уносит сразу с двух банок пива в чем особенность клуба в корее симпатичными кореянками практически нереально познакомиться в клубах где играет громко музыка кореянки в такие места идут с одной целью послушать музыку и просто потанцевать они не собираются там ни с кем знакомиться и особенно с парнями вот я сижу за барной стойкой в клубе я наблюдая как иностранцы или корейские парни подходит кореянка что-то им говорят а те тупо их игнорят или словесно шлют если вы забрели в корейский клуб то вам легче будет познакомиться с такими же иностранцами как и вы сами кстати популярных корейских клубах практически каждый день можно встретить много японок и они охотно идут на контакт и причем гораздо лучше чем у себя там в японии дело в том что они приехали в коре эту сеть как и вы сами очень не рекомендую кореянкам вообще прикасаться в клубах я знаю много неприятных случаев например как один иностранец проходя по клубу случайно провел рукой по ягодицам кореянки ну может быть действительно случайно после этого она позвала полицию и этого парня забрали кореянки в таких случаях совсем не ленится писать заявление о сексуальном домогательстве с кореянками нужно быть всегда начеку знал я еще одного парня который решил расстаться со своей девушкой кореянкой она за это ему решила отомстить и написала заявление в полицию что он ее якобы изнасиловал ну да ладно сегодня у нас видео совсем на другую тему но если вам стало вдруг интересно и вы хотите узнать об этом намного больше то пишите в комментариях и ставьте палец вверх я буду знать когда вы приедете в корею а я хочу для вас выделить три развлечения именно три корейских развлечения которые любят корейцы которые должны попробовать путешественники люди которые приезжают посетить сиум если вот так вот прогуляться то везде можно найти три места первое место ну и первое развлечение это караоке если вдруг захотели найти корейские караоке то смотрите на вывеску где будут изображены вот эти два слога читаются они как норы норы это караоке они практически везде их везде можно найти второе место это компьютерные клубы называются по-корейской а не писи банк вот так вот выглядит мотаться листы бесит вы меня вот так вот выглядит компьютерный корейский клуб называется писи банк второе место по популярности в корее именно развлечения для корейцев основном тусуется одна молодежь корейская я был в этом клубе с другом мы играли в starcraft я купил билет кассовом аппарате и здесь у нас пароль 532 его нужно ввести вот сюда 532 нажимаем enter и все теперь осталось найти где у нас находится starcraft на онлайн games май гад ну что эти ребятки вас пропирает на ностальгия меня уже чуть-чуть да давай и не си саммфин фрошин с дмитти измите извините не здесь марайвел это это мой соперник сегодняшний матч и мы с ним будем играть один-на-один ты готов проиграть корей и компьютерной клубы популярны и по сей день в отличие от россии я помню где-то 15-20 лет назад был пик популярности таких мест а потом они внезапно начали закрываться но я слышал что вот сейчас эта тема в россии начинает возрождаться на ю тубе я видел интервью бизнесменов которые говорят что такие клубы снова будут очень популярны среди молодежи но хотя потом они начинали впаривать свои франшизы поэтому я даже не знаю а правда это или нет скорее всего они просто хотят туба продать свои франшизы и на них заработать так как компьютерные клубы не очень много приносят им денег ну а что вы думаете по этому счету пишите в комментариях если вы любите играть в игры как я то хочу вам порекомендовать игру лост арк это фэнтезийная экшен-рпг игроков ждет огромный мир включений масштабных сражений мир lost ark даст возможность исследовать и морские просторы герои смогут передвигаться на личных судах в игре также присутствует большое количество мини-игр включая новинку карточная игра помимо эпичных сражений lost ark предлагает занять себя и мирными делами такими как рыбалка охота археология и другое в игре доступно подземелья где игрокам предстоит сразиться со злыми силами одному или в команде соратников для тех кто предпочитает демонстрировать свое превосходство в игре предусмотрена pvp арена там игроки смогут участвовать схватка с другими пользователями и устраивать масштабные сражения игрокам доступны 12 классов персонажей январское обновление добавило в игру много нового новые испытания в битвах с хранителями большими боссами каждый из которых уникален три острова для исследования и дополнительные корабли на которых можно исследовать морской контент открытый доступ lost ark на территории снг уже стартовал игра полностью переведена на русский язык и бесплатно скачать игр абсолютно бесплатно можно по ссылке в описании под видео переходите киберспорт скорее приравнен к настоящему спорту и здесь все настолько в игровой зоне развита поэтому писи баны на каждом шагу это норма ну корейцы в чем сильны в старкрафте я еще когда был малым но как малым там 15 16 лет я уже понимал что в старкрафте корейцы номер один и я частенько играл с корейцами именно в battle нэйте старкрафт бру 2 до хорошие воспоминания учеба короче прогуливал на лекции не приходил с братишкой вечером переписывался чё давай я создаю я создал ли заходи вот я обычно выбирал зергов а он выбирал тиранов а мне это очень нравилось потому что мне нравится когда вот эти собачки пожирает маринов это так прикольно также в корее очень много фанатов футбола поэтому здесь довольно часто можно встретить европейские бары где проходят трансляции различных футбольных матчей для азии это необычно и корей в этом плане очень сильно выделяется Играет музыка Если вы любите полежать в мягком диване и самому погонять при этом в мяч, то в Корее есть места, где вы можете с друзьями поиграть в FIFA. И таких мест также очень-очень много. Как правило, 100% посетителей являются парни, поэтому такие места нанимают персонал исключительно среди симпатичных кореянок. Ну а что, сидишь ты себе на диванчике, к тебе подходит кореянка, приносит холодненькое пивко, включает приставку, загружает игру. Ну а ты, подтягивая пивко, любуешься этим процессом. Как по мне, так это кайф. В чем особенность таких мест? Я думаю, это в системе оплаты. Когда вы садитесь, то включается таймер, и вы платите за то количество минут, которые здесь проиграли. Ну, плюс за снеки и выпивку еще. Час игры вам обойдется вроде около 300 рублей. Все зависит от места. Ну и третье развлечение в Корее, это посещение закусочных. Корейцы просто обожают каждый вечер идти покушать самгипсаль. Самгипсаль, вот так он выглядит. Ну и помимо самгипсаля, они любят покушать чимек. Чимек это курица с пивом. Чимек мекчу. Мекчу это по-корейски пиво. Чимек мекчу это по-корейски пиво. Чимек мекчу это по-корейски пиво. Чимек мекчу это по-корейски пиво. на каждом углу они абсолютно везде смотрите вот кафешка здесь находится переходим улицу и сразу же напротив нас еще одна кафешка сделали несколько шагов и вот еще одна кафешка и вот здесь вот кафешка 5 6 7 8 8 кафешек на одной перекрестке если вы захотели открыть кафе в корее то ничего с не получится здесь конкуренция просто огромная почему в сиуле так много кафешек да дело в том что корейцы все живут с родителями до замужества или там даже не поэтому чтобы как-то уединиться со своей возлюбленной со своей девушкой корейцы любят проводить время именно в кафешках поэтому кафешек здесь так много вот какое высоченное здание в корее таких зданиях фонды не очень много здесь еще одно сейчас ребята вы мне скажете спасибо если я успею это заснять и спались вот смотрите видели да ребята вот это где-то 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 ага она там вы лет короче все проснул извиняйте и и и и и